это уже третья часть моего сегодняшнего эфира как я сказал тоже посвящена теме ирана если мои зрители подписчики помнят мой предыдущий эфир я там есть видео с заголовком израиль готовится ударить по ирану спустя три дня по моему после моего этого эфира израиль нанес и кстати я там рассказывал что израиль пока что наносит предупреждающий удар по ирану после моего то видео спустя три дня израиль нанес последний удар по ирану предупреждающий удар предупредительный удар израиль массат это секретная внешняя разведка израиля война разведка оман это спецслужбы израиля они ликвидировали убили ликвидировали отца ирана иранской ядерной программы мохен фахризаде по моему моему если на что его зовут мохен фахризаде это отец иранской ядерной программы это один самый ведущий специалист ядерщик в иране сейчас маленький нюанс израиль во-первых затормозила ядерную программу ирана потому что если помните мое видео во время последнего эфира я уже говорил о том что иран наращивает уран то красной черты то есть ирана уже такими интенсивными темпами наращивает уран что фактически по моим личным расчетам создать ядерный боеприпас ядерную боеголовку ядерную объема бомбы или ядерную боеголовку полистической ракеты средней дали ядерный боезаряд создавать это максимум месяц израиль ликвидировал сам ведущего специалиста мохен фахризаде это сам физик ядерщик фактически отец иранской ядерной программы сейчас ну самый ведущий не то чтобы он начал иранский иранскую ядерную программу нет но сейчас он самый ведущий специалист ядерщик ирана ликвидировав его израиль получил во первых стратегическое время израиль замедлили затормозил или если не затормозил замедлил развитие ядерных программ ирана без этого ядерщика эта программа по любому если не будет заторможен но все равно все равно интенсивность работ по альбому сократится то есть по альбому будет замедлена работа по созданию ядерных боеголовок обогащение урана это стратегические преимущества для израиля во-первых во вторых это фактически последнее предупреждение ирана что израиль не шутит я вот я в предыдущем эфире до убийства мохена фахризада я говорил что израиль та страна которая может действовать решительно я приводил пример удар по сирии ядерному строю строить себя ядерному объекту сирии уничтожение атомной электростанции асадама хусейна в раке я я четко говорил о том что иран израиль та страна которая решительно может действовать например в армении никто не представляет что к израиле если это у ирана пострали с ираном что такое израиль иран удать израиль все нет в армении представить что к израиль я знаю что к израиль израиль это та страна которая может решительно действовать и эффективно действовать если за ним израилью может только о войну объявить то есть невозможно победить израиль же никто у вас у поиски израиль победить израиль мощь израиля такова при том как мы к спецслужб израиля так и спецслужб израиля они везде масса длитель на разведку оман везде им им мощность вооруженных сил израиля нам Израилю можно только войну объявить. Потому что победить Израилю вряд ли у кого-то получится. Тем более, что Израиле межконтинентальные баллистические ракеты с ядерной боевой частью, казалось, Иерихон-3. Иерихон-3 может поразить любой объект на территории земного шара. На межконтинентальные баллистические ракеты, казалось, Иерихон-3. Я говорил, что Израиль та страна, которая решительно может действовать. Израиль показал Ирану, что он может решить. Я сейчас просто объективно, со стороны говорю. Израиль показал, что он может эффективно действовать. И он может решительно действовать. И фактически, если я нашелось, именно в Тегеране, уликвидировали Мохана-Фахризады. И потом Моссад, наверное, превзошел от самого себя. Моссад, военная разведка Оман, если я не ошибаюсь, в 8 месяцев готовили эту операцию по ликвидации Мохана-Фахризады. Приводились... Как ликвидировали? Ликвидировали... Если кто из вас смотрел фильм «Шакал», где играет Брис Уиллис и Ричард Гир. Кстати, один из моих самых любимых фильмов с самого детства. Но это «Шакал». Всем советую смотреть. Мне кажется, вам понравится. Мне это тоже точно нравится. Кстати, этот фильм «Шакал» подснят на основе французского фильма «День Шакала». Называется... Американцы просто взяли сюжет и скопировали. Идеальный фильм называется «День Шакала». Там французский, по-моему, фильм. Он более ранний. Потом американцы взяли за основу этот фильм «Шакал». Играет Ричард Гир и Брис Уиллис. По-моему, этот фильм, наверное, видели все. В этом фильме Брис Уиллис играет роль наемного убийцы. Он получает Пикасс, убийца, высокопоставленного человека. Я сейчас не буду кайцкого. Как Брис Уиллис, его персонаж Шакал, как наемный убийца, как хочет убить свою жертву. В микроавтобусе Сталин крупнокалибрный пулемет дистанционного управления. Брис Уиллис находится на большом удалении. То есть Шакал, убийца, находится на большом удалении. И он дистанционно управляет этой пулеметной установкой, которая установлена внутри микроавтобуса. Эту идею в свое время взял, подзамисствовал у американских кинематографистов. Кстати, в фильме День Шакал, француз, киллер убивает, хочет убить свою жертву с совсем другим способом, с дистанционной пулеметной установкой. Но американцы решили сделать вот так, сделали яркое зрелище. Придумали идею, дистанционно управляем пулеметной установкой. Теперь внимание. Есть такой известный киллер. Он, кстати, сейчас сидит в тюрьме. Киллера зовут Алексей Шерстобитов. Он же Леша Солдат. Ну, кто, наверное, знает в комментариях. Это самый известный киллер. Наверное, один из самых известных киллеров в 90-х. Нуральской Федерации. И, кстати, талантливый парень. То есть я профессиональный военный. Я с точки зрения профессионального военного оцениваю. И с точки зрения морального действия. Я с точки зрения профессионализма. Это хороший парень. То есть, хороший подготовленный офицер. Я не говорю, хороший, плохой. С точки зрения профессионализма, то действительно, ты остойный профессионал своего дела. Я как-то настолько хороший профессионал, что я о нём даже делаю с видео, если у меня будет время. Настолько он хороший профессионал. Лёша Савитов, Лёша Солдат. И это такая идея у американских кинематографистов в машине, по-моему, это, по-моему, Жигули Семёрка была, если я не ошибаюсь. Может, машину путаю, но, по-моему, ВАЗ-2197, но Жигули Семёрка была, по-моему. Устанавливают дистанционно управляемое устройство, но с автоматом Калашникова. Если я не ошибаюсь, АК-74. Автомат Калашникова, РСА 1974 года. АК-74 6520 автомат. Устанавливает, если память не изменяет, это КАЭ-545 на 39 мм. И дистанционно хочет его привести в действие, ликвидировать человека, который, то есть высокопоставленный какой-то человек, по-моему, банкир был ещё, не помню, кого он хотел ликвидировать, то есть получил заказ ликвидировать. Просто этот парень, у этого человека была хорошая, плотная охрана, и Шерстобитов, чтобы не подставляться, у него сейчас солдат, он решил дистанционно обстрелять свою цель, уничтожить свою цель, но Шерстобитов-то из Раида это супермущено технологические, если не самое развитое государство во вселенной в мире, то, по крайней мере, Израиль один из самых развитых государств в мире, да. У него, что солдат, делал всё сам, мастерил сам, мы думаем, что там пошло не так, и внештатно автомат сперва не выстрелил, это устройство стереба не выстрелило, не нужно автомат, а устройство стереба не выстрелило. Ну, Леша-Солдат взял и ушёл Если я историю, если я ничего не путаю Если я ничего не путаю Типа было так Леша-Солдат нашёл моноконавку Ну, сразу не сработал, он его взял и ушёл Потом через несколько часов Автоматически устройство, когда уже Леша-Солдат ушёл Его даже жертва Так ничего не подозрев ушёл Через несколько часов автоматически Устройство включается, начинает расстреливать Если на швозь погибают, или прижёт ранение Невинные люди, если не ошибаюсь Израиль, Моссад, секретная внешняя разведка Израиль и военная разведка Аман, за это отвечал именно Моссад. И Моссад решил взять эту идею. Я не знаю, какая охрана была Мухина Фахризаде, но я знаю, что все ядерщики находятся под контролем иранской контрразведки, иранской военной контрразведки. Даже если, пускай негласно, может этот ядерщик куряется по улице, но десятки, если не сотни тайных агентов, тайных сотрудников спецслужб, его негласно охраняют. Чтобы не поставить своих людей, Моссад берет эту идею. Берет известный пикап в Иране, это есть известный пикап, называется ZAMYAD Z24. ZAMYAD Z24, это пикап известный, по-моему, иранский даже, если нашлось, это иранский автомобиль, если память не изменяет. ZAMYAD Z24. На кузове пикапа устанавливают специальное устройство, весом 1 тонна. Это устройство вооружают единым пулеметом FN-MAG. FN-MAG, 172 на 51 мм НАТО, как .308 Винчестера. FN-MAG это единый пулемет. FN-MAG это бельгийский пулемет. FN означает фабрики националь, маг означает Митра Иллеус де Апью Дженерал. Митра Иллеус де Апью Дженерал. FN-MAG. Фабрики националь, маг означает Митра Иллеус де Апью Дженерал. FN-MAG, калибр 7,62 на 51 мм, .308 Винчестер. Обычный НАТОвский калибр. Это обычный, скажем, винтовочный пулеметный калибр НАТО. Это единый пулемет называется. Устанавливают, берут рассыпную пулеметную, металлическую пулеметную, или нету М-13 Линкштадт, но английскую, которую используют все. Берут бронебойные патроны М-993АП, армия пайрсинг бронебойные, потому что МОСАД подозревает, что этот ядерщик может быть одет в бронежилет. Был ли одет МАФАХРИЗАТА в бронежилет или нет, я не знаю. Но МОСАД и к этому подготовился. Взяли бронебойные патроны М-993АП, армия пайрсинг называется. И управляли по спутнику. Возможно, даже из самого Израиля управляли этим устройством. Я не знаю, откуда. Скорее всего, даже из самого Израиля. То есть агентура МОСАД, всего лишь сотрудники МОСАД, его агенты, сотрудники МОСАД, их работа была всего лишь припарковать там, где надо. Они знали, взяли под долгое время, месяцы, следили за ФАХРИЗАТА. Знали, какой график, распорядок дня, откуда, в какой участке, где бывает, откуда выходит. И, в соответствии с этим, припарковали крузовик ЗАМЯТ ЗАТ-24, пикап ЗАМЯТ ЗАТ-24. И эта установка управлялась дистанционно, по спутнику. И агенты МОСАД ушли. И, как только ФАХРИЗАТА появился, сотрудник МОСАД нажимает на кнопку, возможно, сидя в Тель-Авиве или в Еруселье, не знаю, наверное, сидя в Тель-Авиве, наверное. Потому что по спутнику управляли. Возможно, агенты МОСАД из Ирана управляли, не знаю. Но нажимают на кнопку, установка открывает шквал и огонь. Он стреливает 15 пуль, из которых, по-моему, 8 попадают в ФАХРИЗАДА и 3, по-моему, в его позвоночнике диспансии. То есть, у ФАХРИЗАДА не было шансов, он скончался прямо на месте. Потом МОСАД, чтобы эта установка не попала в руки иранцев, нажимает на кнопку. Эта машина, этот пикап ЗАМЯТ ЗАТ-24, он был заминирован. МОСАД нажимает на кнопку и взрывается, взлетает, взрывается этот крузовик, как, кстати, в фильме Шакал. Пикап взрывается, но МОСАД, наверное, что-то там не рассчитал. Это устройство, по-моему, не полностью полуничтожено, загоревшее, поврежденное, полуничтожено, попало в руки иранских спецслужб. Контрразведка, айна контрразведка. Но цель, по-моему, была уничтожена. ФАХРИЗАДА был убит. Убийство ФАХРИЗАДА, я сравниваю... Я, наверное, мои подписчики, зрители, которые давно следят за моим каналом, они, наверное, знали, что я готовлю сюжет, уже несколько месяцев, как готовлю, об истории РВС, о ракетных войск стратегического назначения, история ракетных войск, где я собрал огромную кучу материалов о ракетных программ. ВВ-2, 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 ВВ-2 немецкие. Я изучал огромное количество, тысячи исторических документов, тысячи лист исторических документов. И там увидел, обнаружил для себя, раскрыл для себя интересную деталь. Когда немецкая программа... Ну, все знают, да, что у немцев эти ракеты, ВВ-2, 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 оперативно-тактические баллистические ракеты, первые в мире, они появились под сам конец войны. Если бы они чуть раньше появились у немцев, исход Второй мировой войны был бы... Самое убеждение было бы совсем неным. Но у немцев эти ракеты появились на вооружении вермахта уже весьма... к концу, под сам конец войны. Тогда уже, когда Германия уже безвозвратно все проигрывала. Что затормозило этот проект Вернера Фон Брауна? Налет британских бомбардировщиков на полигон Пенемюнде-Вест. Пенемюнде-Вест на острове Узетон. Когда у них почти все было готово, военно-воздушные силы Великобритании нанесли мощный бомбовый удар, уничтожили огромное количество строительного аппаратуры, огромное количество строительного аппаратуры, ангары, стенды пускают, столы для пуска, огромные детали, агрегаты необходимые для производства были уничтожены, и погиб ведущий специалист по двигателям. Все считают, что Вернер Фон Брауна отец Пау-2. Это так, но не один Вернер Фон Брауна его создавал. Это факт. И за двигатель отвечал совсем другой человек. Я сейчас не буду об этом додаваться подробнее, потому что я готовлю сюжет об этом. Рано или поздно на моем YouTube-канале выйдет этот сюжет, многосерийный, где я буду об этом всем подробно рассказывать, потому что куча интересного там. Но сейчас по существу. Погибает ведущий специалист по двигателям Вау-2, и проект Вау-2 затормаживается. И поступает на оружие вермахта уже под самый конец войны, когда Германия уже проигрывала. Вот убийство Фахри Залата я сравниваю. Несмотря на то, что на полигоне Пен-Эмюнда было уничтожено огромное количество оборудования, станки, оборудование производства, испытательные какие-то центры, стенды, которые заново нужно было создавать, затормаживал проект. Но самое главное, там погиб ведущий специалист по двигателям. Вот Фа Мохан Фахри Заде, я его сравниваю с погибшим немецким учёным. Я сейчас не вижу параллель, что эти-эти были антисемитными. Я сейчас не об этом говорю. Просто исторически сложилось так, что его смерть, я сравниваю с научной точки зрения, с смертью немецкого учёного. Потому что там Фау-2 затормозил, был заторможен этот проект, замедлен проект этот Фау-2. То тут иранская ядерная программа была замедлена, Израиль получил стратегическую отдышку. Но, насколько я знаю, Израиль всё равно готовится удачи по Ирану. Потому что у Израиля уже не остается... Вот сидишь и думаешь, слушай, а зачем Ирану уничтожать Израиль? Можно же признать Израиль как государство, если не признаешь, просто отстань от Израиля и живи свои удовольствия. Зачем такую мощную страну, как Израиль, настраивать против себя, противопоставлять себе такую супердержаву, как Израиль? Я не понимаю. Израиль не просто маленькая страна, Израиль в всех державах. Израиль это мировая держава. Никогда не обманывайтесь, что Израиль маленький. Израиль маленький. Во многом Израиль мозговой центр всего мира. С научно-технической точки зрения. Там такие специалисты в IT-спеле, технологическая, медицинная работа, что это просто поражает. Такую супердержаву противопоставлять себе за что? Рисковать быть полностью уничтоженным, а в Израиле войну только можно начать, объявить. С Израилем войну только можно начать. Израиль победить нереально. Невозможно. Никогда не путать, что это маленькая страна. Это сверхдержава. Ну, в общем. Что касается Израиля. Сегодня Израиль на уровне Моссад ведет переговоры, доносит до Саудовской Аравии свою точку зрения, до руководства Саудовской Аравии, до сведения других, еще не от некоторых арабских стран, с его точки зрения, и собирает коалицию против Ирана. Смотрите. Саудовская Аравия – это страна, которая тоже, мягко говоря, не сладость Ирана. Это тоже противник Ирана. В мире, мусульманский мир, я понимаю, разделена на две части. Суниты, шииты. В Сирии что за война идет? В Сирии это еще и война сунитов и шиитов. Израиль, Иран, с помощью Хезболла, который шииты, фактически хочет удержать Алабита Асада у власти. Саудовская Аравия, с помощью группировок, например, Чаиша Алислан, других, там, Хаят Тахриаван, Ахра-Рашам, которые салавиты, других группировок, где суниты, Саудовская Аравия хочет продвинуться там своих, чтобы там свои победили. Поддерживать своих, которые симпатизируют Саудовской Аравии, суниты, то есть шиитов. Насколько я понимаю, если я ошибаюсь, то извините меня, не специально. Если я кто-то оскорбил, мои глубочайшие извинения, не специально, но, как я понимаю, за шиитами стоит Иран, за сунитами Саудовская Аравия. И они фактически находятся в огромном мощнейшем противостоянии. Саудовская Аравия из-за Ирана натерпелась. Хуситы в Йемене, которые поддерживают Саудовскую Аравию, а Ирана и Хуситы вооружают, при том, такими средствами вооружения. Я отдельное видео сниму, обещаю, где я буду рассказывать, какие потери понесла Саудовская Аравия от Хуситов. По тактическим ракетным комплексам ТЕТК-73-1.У была по классике ценоту СС-21 Скарап или СС-21 Би Скарап Сальспуска 120 километров. Была обстрелена авиабаза Саудовская Аравия, где в помощи тоже много истребителей, военных ударов, агневой поддержки, АЕ-6А-4 АПАЧ, АЕ-6А-4 АПАЧ, американский, но, блин, поднажили вооружение Саудовской Аравии. В прошлом году объекты нефти, газопромышленности, нефтяные объекты Саудовской Аравии были уничтожены Хуситами, при том вооружением, которое Хуситы использовали, использовали вооружение, это были вооружения иранского производства. Также был момент, когда королевской семье Саудовской Аравии просто повезло, потому что Хуситы запустили баллистическую ракету, сейчас не знал какую, там просто стоял на дежурстве комплекс противоракет на вооружении Петриот Пак-3 с противоракетой Эринт американского производства, и она просто прихватила еменские баллистические ракеты, запущенные Хуситами, потому что под прицел был президентский дворец, где королевский дворец, здесь находилась вся элита Саудовской Аравии, в том числе королевская семье, представляете, как Саудовская Аравия натерпелась. Танкерная война между Ираном Саудовской Аравии, к чему привела, Саня, наверное, помните. В прошлом году аэропорт Саудовской Аравии был обстрелян Хуситами, поэтому объекты нефтеказовой промышленности, которые тоже Хуситы обстреляли, если огромный ущерб экономике Саудовской Аравии, людские потери, войны с вооруженных сил Саудовской Аравии, да и вообще арабские коалиции, объединенные вооруженные силы, объединенные объединенных Арабских Эмиратов воюют, то есть этим странам доста ирана досталось. Им выгодно, чтобы Ирана не стало. Это выгодно Пакистану, Пакистан единственная мусульманская страна, имея ядерный арсенал, и что-то там, как в этом регионе Афганистан, как Пакистан распространяет свою мощь, свое влияние, им не выгодно, чтобы Иран вообще был, или был сильный Иран. Нужно либо уничтожить Иран, превратить Иран в Ирак. В Саудовской Аравии тоже был мощной страной, военная Саддама Хусейна. Саудовская Аравия нацеливает полистические ракеты средней дальности ДФ-3А китайского производства. В Саудовской Аравии есть полистические ракеты средней дальности, притом более дальнобойные, нежели у Ирана. Я говорил, что у Ирана полистические ракеты Саджил-2, имеют дальность спуска 2500 километров. У Саудовской Аравии полистические ракеты ДФ-3А имеют дальность китайского производства, имеют дальность спуска 3000 километров, то есть на 500 километров даже больше, ниже иранские. И у Саудовской Аравии, кстати, у Саудовской Аравии хорошая пропорция ракетной обороны. Там сейчас американцы устанавливали ТААД, Терминал High Altitude Area Defense ТААД, Терминал High Altitude Area Defense ТААД, с радиолусанцией АНТП-2. Она способна на дальность 200 километров на высоте 150 километров перехватывать полистические ракеты средней дальности. Конечно, дуать линия головной части. Как ТААД будет бороться с головной частью, мне кажется, ТААД сможет головную часть перехватить. Это уже американская пропорция. Но насчет головной части не уверен. Но саму ракету она может перехватить. Вот это преимущество Саудовской Аравии. Ну, из Ирана самое мощное в первом начале моего видео я говорил о том, что самая мощная пола у Ирана это Павар-373 заиндоракетная система ЗАРС, Павар-373 заиндоракетная ракета САЯБ-4. У меня дальности среди 200 километров, но она максимум, что может перехватить на дальность 35-40 километров она может перехватить максимум либо тактические баллистические ракеты, или оперативно-тактические баллистические ракеты. и оперативно-тактические баллистические ракеты. Все. У Ирана нет защиты от баллистических ракет средней дальности. У Азербайджанской Турецкой Республики есть защита это С-400 Триумф может перехватить баллистические ракеты средней дальности до отделения главной части. У Азербайджанской Республики нет. Но у Ирана уже нет защиты от баллистических ракет средней дальности. У Саудовской Аравии она таки все-таки есть. И Саудовская Аравия нацеливает ТФ-3А на Иран. И Саудовская Аравия может обстрелять Иран. В Великобритании на авиабазе Акротири и Декелия, на Кипре, это британская авиабаза, которая находится на Кипре, называется Акротири и Декелия. Она там отправила новую эскадрилью истребителей Торнадо GR, Панавия Торнадо GR-4 и Еврофайтер Тайпун ЕF-3000. С крылатым ракетами Шторм Шедоу. Я говорил о том, как они в Сирии насилию, уничтожили Апектаса, да, и такое подобное. Соединенные Штаты Америки наращивают свою мощь в Бахрине, в Катаре, насколько я понимаю, там тоже расширяют свою мощь. Возможно, в Кувейте есть у меня подозрение. Во Соединенных Арабских Эмиратах хотят расширить свою мощь. Все делают для того, чтобы ударить по... И Саудовской Аравии самому тоже, кстати, уничтожили свою мощь, чтобы ударить по Ирану. Потому что Иран, я вам говорил, приводил речи Пенямьяни Таняху, который четко обозначил красную линию. Израиль дал последнее предупреждение. Беремиумпиство Мохара Фахризаде, это фактически последнее предупреждение Ирану. За это ему уже последует удар. Просто в этом без того нестабильном многостроительном регионе еще и удар по Ирану, это будет катастрофой для этого региона. Что будет потом с этим регионом? Я уже даже боюсь думать. Потому что этот регион не оправился в Российскую Федерацию, в 44-х дневную войну. В Российской Федерации, насколько я понимаю, делали акцент на авиабазу, авиакрыло 36-24, это эскадрилья авиабаза вооруженных сил Российской Федерации, выкается вооруженных космических сил Российской Федерации, которая базируется на авиабазе Эребуни. В Армении называется «маленький аэротром». Это Эребуни на жаргоне, в лексиконе называется, по-своему языке называется «маленький аэротром». Эребуни и делают акцент на 102-ю военную базу в Кюмри. Потому что они рассматривают свою военную базу здесь как максимально силы быстрого реагирования на помощь Ирану. Они думают, что если Российская Федерация рассчитывает, чтобы истребитель Сухой Су-30СМ, вару БКС Российской Федерации, в ближайшие часы окажутся в воздушном пространстве Ирана, и если начнется заваруха на территории Ирана, объявят бесполетную зону. Но когда я вижу решимость Израиля и других государств, я уже понимаю, что даже это может этих стран точно не остановить. Израиль тем более это не остановит. Поэтому ситуация в этом регионе крайне-крайне серьезная. По теме Ирана, наверное, все. Третья часть моего видео это уже новости военного мира.